Следующий способ обучения – это обучение по сериалам. Один из самых недооцененных вариантов из-за элементарной лени напрягаться и ковыряться в сокровищнице материала в каждой серии. Смотрим англоязычные сериалы с субтитрами «Лебез» на специальных онлайн-площадках. Продолжаем обзор 13 способов обучения английскому языку. Сегодня изучаем возможности обучения английского через сериалы в оригинале. Пройдемся по плюсам и минусам. Преимущество обучения по сериалам в оригинале – понимание современной речи носителей с разными акцентами, полное языковое погружение и скоростной прирост навыков при условии, что вы будете пользоваться активной методикой просмотра. Эту активную методику мы тоже рассмотрим чуть позже. Недостатки. Тяжело для полных новичков начать и не бросить в начале пути, кроме самых простеньких сериалов. Требует дополнительной проработки, просматривая материал для того, чтобы была отдача. То есть не просто пассивно смотрите, а разбираетесь с тем, что встречается в лексике и грамматике и выражениях этого эпизода, который вы просмотрели. Где искать сериал на английском и как работать по специальной методике? Сначала разберем, где смотреть сериалы. Есть несколько источников. Часть из них оплачиваются по ежемесячному тарифу. Есть небольшие бесплатные возможности на OroTV и PuzzleMovies.com без оплаты. А в дальнейшем эти ресурсы требуют ежемесячную оплату. Есть бесплатные ресурсы Fmovies и Watch Series, где вы можете смотреть совершенно бесплатно. И там только на английском и других языках. Давайте пройдемся сначала по этим ресурсам. То, что можно смотреть бесплатно совсем и только на английском и на других языках. Fmovies 2.pro. Здесь есть различные жанры. Нас интересуют для изучения английского TV Series. Вы можете, конечно, другие варианты использовать по жанрам, по странам. Есть киношки, есть версии, которые были в кинотеатрах. Есть полный изи-лис. Есть новые релизы. Вот они по годам прямо разбиты. Есть Most Watch, то есть самые популярные. Если вы залогинитесь сюда, то можете сохранять все свои настройки. Итак, заходите в TV Series и вам выпадает полный лист тех сериалов, которые сейчас доступны на этой платформе. Здесь есть внизу переключение между страничками. Можете выбрать любой понравивший вам сериал и смотреть его совершенно бесплатно. Здесь есть возможность субтитров к сериям. Нажимаете на выбранную серию. Нажимаете еще раз на кнопочку Play. Если здесь не проигрывается, то вот здесь есть различные варианты других серверов, через которые вы можете запустить эту серию. Как правило, main server уже имеет рабочую подгрузку и все нормально. Иногда вам придется через stream.sb, downdude stream или mix.drop переходить на другие сервера. Запускаете. Запускается серия. Здесь у вас есть возврат на следующие, на предыдущие 10 секунд. Можете скачать. Понравившееся видео есть субтитры. Запускаете субтитры английские уже встроенные. Вот они. Можете смотреть субтитры, можете без. Можете возвращаться к субтитрам, когда есть какие-то непонятные моменты. Скорость можете различную ставить вот здесь вот 0.5, 1, 1.25, 1.5 и 2. Понравившиеся видосы можете скачать через дополнительные ссылки. Вот здесь есть варианты скачивания. Отличаются они доступностью в данный момент и объемом файла скачиваемого и, соответственно, качеством этого видео. Это был сервис fmovies2.pro или .scx или .sp. Различные есть доменные зоны. Следующий ресурс совершенно бесплатный. Это watchseries. Значит, на watchseries вы также выбираете понравившийся вам сериал. Здесь есть такая же менюшка с выбором различных опций. Единственное, что в watchseries.io в последнее время не работает search. Это, соответственно, доработка, которая будет в дальнейшем, возможно, реализована. Например, ищем грим и no results. Поэтому здесь вам придется для поиска нужного сериала использовать all tv series. Вы здесь нажимаете на all tv series и переходите в списку алфавитному или через нумерацию от 0 до 9, где есть в сериале какие-то цифры. И здесь ищите, соответственно, по нужному варианту того сериала, который вам необходимо посмотреть сейчас или тот, который вас интересует. Вот эти две площадки для того, чтобы смотреть английские сериалы в оригинале совершенно бесплатно. Следующий сервис, который мы рассмотрим, это uroro. Я думаю, многие уже его слышали. Это сервис, где вы можете использовать платный тариф, а можете бесплатный. Если вы на бесплатном тарифе, то вам доступно 30 минут просмотра в сутки. Чем полезен uroro, помимо того, что содержит сериалы, фильмы и видео? По бесплатной версии фильмов нет, есть только ограниченное количество сериалов 58. Раньше их было около 700 штук. Сейчас очень ограниченное количество осталось. Вот здесь, когда вы зарегистрируетесь, есть специальное выпадающее меню, абонемент, сколько стоит. И есть у нас такая опция словарь. Значит, заходим в словарь. Что вы можете делать в словаре? В словаре вы можете сохранять какие-то непонятные слова, фразы и выражения. Вот я специально сохранил сюда целую фразу. Для того, чтобы увидели преимущество этого сервиса, естественно, в бесплатном варианте есть ограничения. Вы можете сохранять сюда не только отдельные слова, а целые фразы и выражения. Соответственно, озвучка здесь не очень красивая. Она автоматическим голосом страшным озвучена. Но все равно это очень полезная опция для тех, кто только начинает развиваться в изучении английского через сериала. Как это работает? Заходите в те фильмы, которые доступны в бесплатном варианте, если вы тариф не приобретали. Берете пилотную серию. Запускаете пилотную серию. Если вам непонятно какое-то слово, например, restroom, вы можете его выделить вот так и добавить его в словарь через вот эту вот кромпочку. Если вы интересуетесь какой-то фразой, например, вот этой вот. Although I could have used you. То вы можете сохранить прям целую фразу. Нажимаете. Вы можете прослушать его страшным озвучкой, голосом и потом добавить словарь. Добавили в словарь. Переходим в словарь. Обновляем в словарь F5. И вот, пожалуйста, у нас добавляются вот эти слова. Дальше вы что можете сделать? Вы можете здесь учить слова. Вот здесь через эту кнопочку. У вас будут такие карточки, как анки, появляться. Здесь же указывается, из какого сериала вы набрали каких слов раз выражения. Также есть функция экспорт. Вы нажимаете на нее, открывается окошко для экспорта файла в формате CSV на свой компьютер, чтобы потом в дальнейшем отработать эти слова. Уруру можно использовать изначально в бесплатном варианте. 30 минут в сутки вам вполне хватит. А можете приобрести абонемент в 3 месяца 800 рублей. Либо 12 месяцев 2400. Абонемент дает доступ ко всему контенту, возможность скачивать видосы с субтитрами, безлимитный просмотр, без ограничений в 30 минут и неограниченный перевод слов. Если у вас бесплатный тариф, то вы можете только 40 слов в сутки. Это, в принципе, тоже на первоначальном этапе достаточно для того, чтобы использовать этот сервис. Поэтому Уруру рекомендую начинающим. Следующий сервис для просмотра фильмов, видосов и сериалов на английском и для обучения по сериалам – это puzzlemovis.com. Преимущество этого сервиса в том, что здесь можно подгружать сразу кучу различных языков в субтитры, а также при остановке видео, вот как сейчас здесь на примере, у нас появляются все предыдущие фразы. Например, иногда бывают сложные фразы, непонятно, каким образом она вырастает в этот текст или почему эту фразу говорят, то есть какое логическое сравнение или состыковка с предыдущей фразой. Здесь же нажимаете на паузу, у вас появляется, ну здесь у меня большой стоит шрифт, вы можете до 10 или до 12 строчек с субтитрами сюда вместить на один экран. Что здесь интересного? Здесь вы, например, нажимаете на слово, которое вам неизвестно, например, bring. Здесь озвучка получше, вы можете нажать, тоже добавить словарь, это слово. Здесь плюс в том, что есть примеры, вы можете нажать на примеры и сразу появится куча дополнительных примеров от 3 до 10 штук, где показывается, как использовать данное слово. Здесь тоже в бесплатной версии puzzlemovis есть определенные ограничения, вы можете бесплатно посмотреть все доступные версии, как правило, кусочек первой серии, возможно от 0 до 15 или 20 минут каждой первой серии. На начальном этапе это тоже будет достаточно. Вы можете использовать puzzlemovis или oro.tv в тандеме с watch series или fmovis, для того, чтобы посмотреть то, что вам не дали досмотреть на бесплатной версии, либо дождаться следующего дня. В puzzlemovis словарь, слова и выражения, отдельные слова. Помещаете сюда нужные слова. Как в puzzlemovis поместить фразу? Для этого используется вот такая вот галочка в самой фразе субтитров. Например, мы берем вот эту фразу, I've got news for you. Выделяем вот эту фразу, I've got news for you, и нажимаем вот на этот крест, нажали. Теперь переходим в puzzlemovis, в словарь, нажимаем F5 обновить, переходим в раздел фразы, заходим во фразы, и вот у нас собрана целая фраза здесь. Стоимость puzzlemovis. Бесконечная скидка, задрана цена и 50% с нее сбита. Вот такая стоимость на 2 года, 2000, такая стоимость на год и вот такая стоимость на 6 месяцев. Кому подойдут horror.tv и puzzlemovis? Самым-самым начинающим, самым-самым новичкам, которые только-только решили для себя встать на тропу обучения английскому по сериалам. Если же у вас более продвинутый уровень от intermediate и выше, то вы можете сразу начинать с watch series, либо через fmovis с этих сервисов, где никаких дополнительных плюшек нет. Это мы разобрали, как смотреть и где смотреть. Дальше мы с вами разбираем специальные паблики и группы, которые помогут вам разобраться в стратегии, как смотреть и обучаться по сериалам. У меня есть специальная группа English by TV Series. Ссылочка будет в описании, как и все остальные ссылки сервисов, которые мы разбирали. Здесь есть большое количество видеоматериалов, которые помогают в обучении по сериалам. Здесь есть специальные статьи, как организовать систему обучения по сериалам, 7 советов, как совершенствовать свой английский по сериалам. Здесь также есть различные инфографики. Вот сама методика, как обучаться по сериалам в пошаговом варианте. Значит, сама методика представляет из себя две ступени. Первую ступень и вторую ступень. На первоначальном этапе вы можете работать только с первой ступенью. По мере формирования опыта и прилежного обучения регулярно по сериалам, вы можете после первой ступени запускать вторую ступень. У меня есть специальные паблики, которые посвящены отдельным сериалам. Я давным-давно вел специальный паблик по сериалу «Миллиарды» «Стадии English, Витчак, Анбаби». Вы можете здесь почитать кучу материала полезного по этому сериалу и посмотреть видеоматериалы, статьи и разбор различных тонкостей, пошаговой методик. Также у меня есть отдельная группа по сериалу «Resident Alien». Здесь в «Resident Alien» есть тоже куча инфографики и тут есть полезные ресурсы. Вот они здесь, вот ссылочка, где вы можете первый урок сериала «Resident Alien» посмотреть и прощупать, попробовать совершенно бесплатно. Переходите вот по этой ссылочке и попадаете на страничку первого урока. Переходите по ссылочке по этой, попадаете на страничку бесплатного первого урока. Здесь есть краткая справка по сюжету и есть два варианта урока по этому сериалу. Первый есть простенький вариант и есть материал для тех, кто хочет копнуть поглубже. Посмотрите материал, он совершенно бесплатен. Вы можете перейти и поковыряться здесь в этом уроке. Также дополнительную ссылочку на этот материал я оставлю в описании под этим видео. Дополнительно вы можете ознакомиться с моей методикой обучения английскому по сериалам. Я написал специальную методичку или книжку по этому направлению. Также вместе с этой книжкой вы можете приобрести версии уроков по сериалам «Новичок» или «The Rookie» «Миллиарды» «Карточный домик». Значит, это страничка этого инфопродукта. Здесь вы можете познакомиться, что в книжке, что предлагается. Примеры страниц из этой книги. Вот они. Все странички книжки, как выглядят. Вот они здесь есть. Скриншот. Сама методика еще раз двухступенчатая. Вот она, по шагу, как что делать. И варианты приобретения. Книжка плюс урок по сериалу «Миллиарды». Книжка плюс урок по сериалу «Новобранец» или «Новичок до руки». Салага еще его называют. Книга плюс урок по сериалу «Карточный домик» и «Хаос оф Кардс». И только книга. Дополнительно у меня есть специальный YouTube-канал «Как потянуть английский по сериалам». Здесь в разделе видео вы можете посмотреть специальный мастер-класс и лайфхаки, как изучать английский по сериалам. Здесь описана теоретическая часть методики, практическая часть методики, а также разобраны вот эти вот все необходимые шаги, которые касаются вот этого урока первого по сериалу «Засланец из космоса. Резидент Эльян». Можете посмотреть вот эти все пошаговые, выполненные инструкции, как что делать для того, чтобы закреплять материал урока. Здесь все разобрано. А также дополнительные видео, которые касаются, как тренироваться, как обучаться по сериалам на английском языке. Дополнительную информацию о различных способах обучения вы можете найти вот в этой статье в моей группе «ВК.ТОК.ИСЭП». 13 способов обучения по английскому. Ссылочка на эту статью также будет в описании. И мы с вами разбирали способ обучения номер 7 по сериалам. Здесь вы ознакомитесь с информацией по преимуществам и недостаткам. Здесь есть ссылочки на различные онлайн-площадки, где можно смотреть сериалы в оригинале с субтитрами или без. А также ссылочки на сами эти сервисы, где вы можете их протестировать, опробовать. И тут же есть ссылочка на методику обучения английскому по сериалам. Вот она. Дополнительно все ссылки будут продублированы в описании к этому видео. Желаю вам успехов в обучении английскому по сериалам. До следующих видео. Пока.